Добрый день! Меня зовут Павел и сегодня с вами поговорим о покраске шпунтованного материала, такого как вагонка, имитация бруса, доска пола блокхаус. Мы разберем все этапы и нюансы нанесения защитно-декоративного состава на древесину. Шпунтованный материал из дерева часто используют для обшивки стен, потолка, пола. Выбор в пользу натуральной древесины легко объясним. Это экологично, красиво и долговечно. Но несмотря на долговечность, древесина может потерять свою эстетичность и прочность из-за перепадов температур, влажности и других внешних факторов. Чтобы обшивка сохраняла свой первоначальный внешний вид, необходимо покрыть ее защитным составом. А как правильно это сделать? Сегодня мы с вами разберем на примере евровагонки. Перед началом всех работ убедитесь, что материал, который вы планируете под покраску, сухой. Максимально допустимая влажность 15-20 процентов. Если материал будет сырой, краска максимум продержится на нем пару лет и очень быстро начнет трескаться и шелушиться. Поэтому перед монтажом храните материал под навесом, желательно в сухом месте. Так вы защитите материал от перепадов влажности и осадков. Запомните, нанесение защитного состава на сухой материал в десятки раз продлит срок его службы. Перед покраской любую деревянную поверхность нужно обязательно отшлифовать, даже если это строганный пиломатериал. Существует ошибочное мнение, что строганный материал не нужно шлифовать, но это не так. При строгании на материале могут образовываться механические повреждения, могут остаться непростроги и неровности. Поэтому, несмотря на то, что вагонка имеет строганную поверхность, крайне важно перед покраской ее отшлифовать. Мы будем работать с евровагонкой сорта АБ. Обратите внимание, на вагонке имеются легкие непростроги, небольшие неровности в области сучков и все это мы устраним и сгладим с помощью шлифовки. Первая шлифовка нужна для того, чтобы выровнять поверхность, поднять ворс, открыть поры древесины, увеличить алгезию и удалить все загрязнения. После шлифовки наносимый состав намного лучше впитается от дерева. Защитные свойства покрытия будут гораздо лучше, оно прослужит дольше. Первый этап шлифовки мы производим с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки. Именно с помощью нее мы можем произвести шлифовку без повреждения материала. Если мы будем использовать угловую шлифовальную машинку УШМ или как в просто народе ее называют болгарка, то из-за ее высоких оборотов на поверхности останутся углубления. Если мы будем шлифовать вручную, то на поверхности останутся повреждения в виде паутинки, которая очень хорошо проявится после нанесения защитного состава. Поэтому настоятельно рекомендуем использовать именно эксцентриковую шлифовальную машинку. Мы используем профессиональную, но можно вполне использовать и обычную бытовую. Если же у вас нет под рукой шлифмашинки, вы можете отшлифовать материал вручную, но нужно быть готовым к тому, что на поверхности останутся царапины, а после нанесения состава все повреждения проявятся ярче. Переходим к первому этапу шлифовки материала. Важно перед каждым этапом правильно подобрать размер абразива. В нашем случае мы будем делать первый этап в два подхода. В первом подходе мы будем использовать 80-й крупный абразив, который предназначен для грубой обработки материала. Потом мы переходим к 120-му, более мелкому абразиву, который предназначен для выравнивания поверхности после грубой обработки материала. Шлифовка в два подхода позволяет максимально выровнять поверхность и увеличить адгезию. Для качественной шлифовки достаточно шлифовать поверхность шлифмашинкой без лишних усилий, без сильного нажима. Конечно, с помощью шлифовальной машинки мы не сможем провести шлифовку вагонки в труднодоступных местах со стороны шипа, паз. Не можем это сделать из-за конструктива шлифовальной машинки, так как она очень широкая. В этом случае мы делаем шлифовку вручную шлифовальным блоком мелкой фракции. Почему мелкая фракция? Потому что площадь давления очень маленькая, давим, и крупная фракция просто-напросто повредит вагонку. Берем шлифовальный блок мелкой фракции, в нашем случае 240-я фракция, и просто такие места зашлифовываем. Для наглядности давайте сравним отшлифованную и не шлифованную вагонку. Отшлифованная вагонка стала гладкой, поры древесины открылись, а значит наносимый в дальнейшем грунт ляжет на поверхность ровно. Тогда как не шлифованная вагонка имеет шероховатую поверхность и закрытые поры, из-за чего состав питается неравномерно. Поэтому переходим к грунтованию материала только после шлифовки. Смолы в древесине очень быстро закупоривают поры. Происходит это примерно в течение 48 часов, поэтому не стоит затягивать и сразу после шлифовки материала нужно переходить к его грунтованию. Важно наносить первый слой состава до монтажа. Так мы покроем вагонку со всех шести сторон. Тыльной стороны, лицевой, шип, паз и торцы. После монтажа вы не сможете покрыть труднодоступные места. Шип, паз, тыльную сторону. И они останутся необработанными, а значит и незащищенными. Со временем через незащищенные участки впитается влага и разрушит древесину изнутри. Поэтому крайне важно покрыть весь материал до монтажа. Главная функция грунтовки обеспечит в дальнейшем равномерную покраску поверхности. Дело в том, что дерево имеет неоднородную структуру. Одни участки впитывают в состав лучше, чем другие. Как следствие, покрытие ляжет на материал пятнами. Чтобы избежать этого, обязательно нужно грунтовать поверхность перед покраской. Грунтовка впитается в дерево и выровняет его структуру. А наносимый при этом грунтовке состав ляжет на поверхность равномерно. Кроме того, грунтовка снижает расход наносимого в дальнейшем состава. Наносим грунтовку с помощью малярной кисти. Рекомендуем использовать грунтовку, в составе которой содержится антисептик. Так мы защитим дерево от биопоражений. После нанесения грунтовки важно дать материалу просохнуть согласно времени, указанному в инструкции. Складываем и обработаем доски так, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию воздуха между ними. Во время сушки материал не должен соприкасаться друг с другом. После того, как грунт просох, мы будем наносить финишное покрытие в два слоя. И перед нанесением каждого слоя мы обязательно будем шлифовать поверхность. Для чего нужна межслойная шлифовка? После нанесения любого состава ворст ревесины поднимается, то есть на поверхности появляется характерная шероховатость. Межслойная шлифовка позволяет убрать эту шероховатость и тем самым добиться глянцевой поверхности. Также шлифовка создает микроцарапины на поверхности, которые улучшают адгезию материала. То есть следующие слои состава будут лучше сцепляться с поверхностью. Межслойную шлифовку нужно выполнять вручную мелким абразивом 240. Для этого мы используем специальную площадку от шлифовальной машинки, на которой крепим шлифовальный круг. Труднодоступные места мы дополнительно шлифуем кругом без площадки. Так мы гарантированно отшлифуем всю поверхность. Переходим к нанесению первого слоя финишного состава и перед нанесением любого состава внимательно изучайте инструкцию на упаковке. Только соблюдая все рекомендации производителя, вы достигнете желаемого результата. Рекомендуем, если вы используете тонирующий состав, убедитесь в правильности выбора цветов, сделав пробный выкрас. Для этого нанесите состав на небольшой участок используемого доски и посмотрите, подходит ли вам цвет. Мы используем бесцветный состав, поэтому делать пробный выкрас нет необходимости. Наносим состав кистью тонким слоем на лицевую часть вагонки. Затем сушим материал в течение времени, которое указано в инструкции. После того, как первый слой финишного покрытия высох, необходимо произвести межслойную шлифовку. Шлифовка на данном этапе также необходима для того, чтобы убрать поднявшийся ворс и улучшить адгезию материала. Шлифуем также без сильного нажима с помощью площадки от шлифмашины. Используем мелкий абразив P500. Дополнительно шлифуем труднодоступные места шлифовальной губкой. Благодаря своей мягкости она позволяет добраться до участков, которые не удалось отшлифовать с помощью площадки. Если вы используете материал для внутренней отделки, рекомендуем наносить финишный состав в два слоя. Если для наружной отделки, то в три слоя. Так вы добьетесь 100% защиты древесины, а если используете тонирующие составы, то добьетесь более насыщенного цвета. Обратите внимание, наносить второй и последующий слои финишного состава можно как до монтажа, так и после. Вы можете выбрать способ покраски в зависимости от того, как вам удобнее. Мы наносим второй слой защитно-декоративного состава до монтажа. На этом этапе также покрываем только лицевую часть вагонки. Это позволит нам еще тщательнее прокрасить материал и защитить его от внешнего воздействия. После нанесения второго слоя снова сушим материал. Столько времени, сколько указано в инструкции. Как видите, обшивка имеет гладкую глянцевую поверхность. Этого удалось добиться благодаря соблюдению технологии шлифования и нанесения состава. Конечно, правильный процесс обработки шпунтового материала не быстрый, но результат стоит усилий. Если красите материал снаружи, не рекомендуем производить лакокрасочные работы под воздействием прямых солнечных лучей в жаркую погоду. Это может чрезмерно ускорить процесс высыхания состава, что в дальнейшем приведет к растрескиванию и отшелушиванию краски. Если все-таки вы красите под солнцем, солнечную сторону необходимо закрыть тентом. Так вы искусственно создадите тень и защитите только что нанесенный состав от прямых солнечных лучей. Также нельзя наносить состав во время дождя, так как его смоет и он впитается неравномерно в древесину. Оптимальной погодой для проведения лакокрасочных работ является теплая, облачная и безветренная погода. Мы поэтапно разобрали процесс правильной покраски шпунтованного материала. Озвученные в ролике особенности помогут вам избежать ошибок при нанесении состава на обшивку. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok